Здравствуйте! Я уже опубликовал несколько видео об этом замечательном устройстве под названием электроника МК-161. И сегодня я хочу рассказать о программе, которую написал относительно недавно, программа Terminal. Терминал — это коммуникационная программа, которая позволяет связываться данному устройству с другими. Поэтому давайте положим рядышком второе такое устройство. Конечно, их надо соединить. Соединение происходит по последовательному порту. Стандартный RS-232C порт. Насколько он здесь виден. Ко второму 161-му тоже. Подключим к нему переходник на ком-порт. Дальше вот таким фирменным кабелем он предназначен для связи с компьютером. соединим. Здесь у нас дырки, поэтому мы используем переходник. Хорошо. Вот два наши калькулятора соединены вместе. Теперь включаем оба и запускаем программу ПМК-терминал. ПМК-терминал я назвал. ПМК-терм. Давайте посмотрим поближе, что происходит теперь. На экране курсор. Но так как два калькулятора соединены вместе, то все, что мы... и запущена программа-терминал, все, что мы набираем, допустим, 1, 2, 3, на клавиатуре одного калькулятора появляется на другом. Сейчас наберем на калькуляторе, который справа, 3, 2, 1. И они появились слева. Есть комбинация клавиш у этого терминала F и запятая, которого передает по кабелю. И вот оно появилось на экране. Здесь мы тоже можем нажать ту же комбинацию клавиш. F запятая, и HelloBall появляется здесь. Сначала я написал программу, передающую цифры, и вот это HelloBall. А потом, так как у меня уже была готовая клавиатура, алфавитно-цифровая, с моего проекта Calist, я строил цифровую клавиатуру. И теперь можно набрать слово Привет. Ну и точно так же можно передать обратно. Допустим. Допустим. Допустим, слово Hello. Это просто черновик программы. Он мне потребовался для моей работы на следующей версии Calisto. Оно позволяет связываться двум устройствам с помощью кабеля 2M Pro 161. Если подключать другие внешние устройства, их может быть много, работающих с компортом, и мышки, и модемы, и другие компьютеры. Можно логиниться на Linux. Но в этом случае надо будет изменить эту программу, потому что протоколы должны совпадать. Кто работал с компортом знает, там есть старт-биты, стоп-биты, проверка четности и так далее. Я всем этим сейчас не заморачивался, но программа, она выложена в свободный доступ. Поэтому вполне возможно, что кому-нибудь из любителей удастся осуществить вековую мечту и выйти с калькулятора в интернет. Хорошо. Всем спасибо.